За минувшие выходные было сыграно шесть матчей чемпионата мира по футболу. В субботу на стадионах встретились команды из группы F. Сборная Германии одержала победу над шведами со счетом 2-1 в Сочи. С таким же результатом завершилась встреча Южной Кореи и Мексики. Таким образом, североамериканские спортсмены пополнили свою копилку и вышли на первую строчку рейтинга в группе. На их счету 6 баллов. Вторую строчку поделили команды Германии и Швеции. У них по 3 балла. Южнокорейцам не удалось заработать ни одного очка. В первый день выходных в группе J прошла игра между командами Бельгии и Туниса. С разгромным счетом 5-2 вперед вырвались бельгийцы. По итогам двух групповых встреч они заработали 6 очков и право на выход в плей-офф. Таких же результатов добились англичане. В матче со сборной Панамы они забили 6 мячей против одного гола соперников. Ничей завершилась встреча команд Японии и Сенегала. Обе страны дважды отправили мяч в ворота соперников. Эти же государства теперь делят первое место в группе с результатами в 4 балла. А уже сегодня пройдет еще 4 матча мирового первенства. Саудовская Аравия встретится с Египтом на стадионе в Волгограде. Иран и Португалия сыграют на Мордовии арене. А в Калининграде сразятся сборные Испании и Марокко. Самый ожидаемый матч сегодняшнего дня пройдет в Самаре. Там на поле выйдут команды России и Уругвая. Главный тренер россиян Станислав Черчесов сообщил журналистам, что сборная должна выйти в плей-офф с первой строчки группового рейтинга. А потому он настраивает спортсменов на победу.